Приветствую вас, и хочу сказать сразу, что вы делаете все, что от вас зависит, я уверен, делаете больше, чем кто-либо другой на вашем листе. Потому что для того, чтобы поддерживать взрослого человека, нужно достаточно серьезно забрать энергии, внутренних ресурсов, сил и прочего. Но вы пишите такую вещь, что вам кажется, что вы делаете все, что вы делаете, все это напрасно. И далее вы пишите, что мужчина открыл свое дело, если все свои видео не так хорошо. Вот давайте над этими моментами мы немножечко с вами и поработаем. Ну, во-первых, что значит напрасно. Вы его поддерживаете. Вы оказываете ему поддержку, восхищаете, сквалите, поощряете, говорите, как он хороший, что вы верите в него и все такое. Для мужчины этого более чем достаточно. Вы со своей стороны делаете все, что необходимо вам. И ему что-то. Потому что, ну, в контактах он тоже не может прийти и сделать за него то, что ему нужно, ему следует. Да? А другое дело, что вы пишите, что все напрасно, означает, что у вас есть какие-то ожидания. То есть вы сами сходите каких-то результатов. Вот именно эти результаты и нужно вам промолвировать. Потому что, допустим, дело, если я правильно вас понял, бизнес не принесет сразу доход. Очень многое время, очень долгое, прошу прощения, время, в него придется только вкладывать, ничего не получая взамен. И вам, если вы ждете какого-то результата, прям вот, скоро, вам нужно все-таки эти ожидания снизить, занять их. Потому что нельзя мужчину торопить. Вот он начал что-то делать, и хорошо, пусть сделает. Ему сложно, как и любому взрослому человеку, тем более руководителю, который сделал шаг назад, его уволили или потерял работу. Неважно, ему сложно переориентироваться на новую, на новую вещь. Дайте ему как можно больше времени. Значит, понятно, да? Прорабатываем свои ожидания. То есть, чего мы хотим. Далее. Вы говорите, что вы чувствуете, что все напрасно. Опять-таки, что значит все напрасно? Если говорить про ожидания, насчет бизнеса, насчет успехов, мужчины об этом не сказали. Давайте поговорим про самого мужчину. То есть, вот, его поведение вас устраивает, как он себя ведет? Он не грустит, не в депрессии, ничего такого. Если нет, то тем более давить на него не стоит. Дайте ему во многих развернуться. Не давите на него, не торопите, не подгоняйте. Этого не нужно делать, особенно если человек занимается бизнесом. А вот если в его поведении есть какие-то негативные моменты, которые вам не нравятся, Вот с этим, конечно же, нужно работать. То есть, понимать, почему мужчина ведет себя именно так. Что заставляет его вести себя так. И если вы самостоятельно эти негативные элементы поведения убрать не можете, то необходимо посоветовать ему обратиться к психологу, хотя бы на нашем ресурсе, чтобы он проработал свои собственные проблемы, моменты и страхи. Для чего это делать? Да хотя бы, хотя бы потому, что так вы будете счастливы. Если мужчина вас любит, он хочет, чтобы вы были счастливы. А это невозможно без проработки этих моментов. То есть, символ мужчины обратиться к специалисту. Это стремление сделать вас счастливыми. И если он этого делать не хочет, то тогда, естественно, он не хочет делать счастливый вас. И это ставит под сомнение его отношения к вам. И вот тогда уже можно говорить о том, чтобы от него уходить. Но пока, пока этого делать, по моим мнениям, не стоит. Потому что, возможно, все, что он делает сейчас, как бы вам это не казалось нереальным, он делал правду благодаря вам. Дальше. А дальше я хотел бы сказать вам о таком противоречии, которое вы, на мой взгляд, обозначены в своем сообщении. Противоречие заключается в том, что за одной стороны, мужчина открыл свое дело, но дела тут не очень хорошо. С другой стороны, вы пишете, что он сидит и ничего не делает, ждет, когда успех придет к нему. Вот этот момент, необходимо как-то все-таки прояснить, что если мужчина открыл свое дело, значит, что он что-то делает. Он куда-то стремится, да, дела не очень хорошо идут, но это нормально, когда человек занимается своим делом и работает только на себя. А если он сидит и ждет, когда он придет успех, это означает пассивность. И вот этот момент я бы хотел, чтобы вы прояснили, потому что все равно не совсем понятно, что здесь имеется в виду. То есть, конечно, можно предполагать, но хотелось бы, чтобы вы сказали, как обстоят дела, дабы не заниматься голосовыми какими-то предположениями и рекомендациями из них. И, собственно говоря, завершая свой ответ и отвечая на ваш вопрос, стоит ли вам уходить, я бы сказал, что это решение очень мощное, оно шоковое. Оно как бы на крайнем случае, если вы твердо будете знать, что других вариантов нет. Но прежде чем подходить к такому решению и его осуществлять, проработайте либо самостоятельно, либо со специалистом вот те моменты, которые я описал в своем видео, и постарайтесь эти моменты обдумать, переосмыслить. Если ничего нового они вам не дадут, если вы по-прежнему будете считать, что мужчина сидит и ничего не делает, а по-прежнему будете считать, что ему нужен именно такой стимул, а ведь только вы знали своего мужчину, да, то вам решат, что делать. Не думаю, что профессионально было бы вам советовать что-то конкретное, как поступать, потому что ответственность только ваша и только вам решать, как поступать. А с этой стороны можно только лишь помочь вам увидеть какие-то моменты, которые вы могли не заметить в силу своей субъективности взгляда на вашу ситуацию, в которой вы находитесь непосредственно в роли переживающего. А на этом, пожалуй, все. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу.